привет богатыри революционеры этот ролик про интернет сотовый 4 оператора мегафон мтс билайн ростелеком йота это на сети мегафона смысла нет ее отдельно рассматривать вообще никакого теле 2 это просто старое название от шведской компании который давным-давно нету теле 2 купил ростелеком государственная обдреста на и шарага я пытался тут найти сколько времени вообще строят четвертое поколение лт е я думал что лет десять но я нашел запись в конце 2012 года мегафон и йота тогда они были кстати разными компаниями то есть получается сколько нет но 12 наверно можно не считать до 13 14 15 16 17 18 19 7 лет до почему-то не 10 а 7 но все равно очень приличное время что же за это время произошло я взял потестировал sim карты с интернетом неограниченным тарифы таким только последнее время появились но там естественно ограничен ограничено торренты закрыты и раздача часто закрыта и только для телефона например имея проверяет но сами гигабайты не считаются можно качнуть но не сказал бы что не ограничено ну 100 гигабайт может быть 500 можно скачать больше пока я не качал да и скорости по сути маленькие да и качать нечего эти игры до фильмы по 50 гигабайт 100 мне пока что не нужны вот я протестировал эти корпоративные тарифы с неограниченным трафиком ростелеком мегафон и билайн тут у меня уже появился интересен карта я отдельный ролик про нее сделаю новый мтс посмотрел тестировал дома на улице вообще не впечатляет уровень тот же самый как у билайна и даже ростелекома по сути на таком же уровне скорости покрытия вообще не впечатлило то что я за несколько дней увидел ну ладно в общем я про мтс потом расскажу вот эти три я потестировал и в телефоне и в отдельном модеме huawei где можно принудительно выбирать диапазон а это нужно делать потому что он может например два диапазона работают 1800 2 600 и он вам поставит 2 600 а там скорость может быть даже меньше например у меня было в мегафоне 510 мегабит на скачивание в 2 600 а если я на 1800 переставлялся то по 15 скачивание закачка а в телефоне нифига это не сделаешь диапазон то не выбрать получается получается херня реальная может быть как-то в телефонах можно я пока не дошел до этого фактически только два диапазона работают лте 1800 2 600 все они рассказывают что 900 и 800 еще какой даже не знаю это fdd тdd вообще не понимаю какой смысл как это херь перекошенный канал он и так перекошенный с увеличением на скачивание то есть скорость еще меньше получается в тдд я не понимаю тдд смысла что можно получить больше скорость какую куда больше там можно получить там нихера больше не получается скорость даже ну или я не видел какие-то тесты вот но пока что я даже и пытался включать там 38 40 диапазон там ничего не было я не знаю где этот 38 40 вообще был бы потестировал но смысла в низких частотах и я не вижу потому что там скорость меньше там же скорость меньше всегда зачем скорость меньше единственное да там на трассах частота 800 900 и покрытие всей трассы и кое-чего ты там можешь передать но в городе вообще нет смысла 800 900 это получить 1 мегабит фигня какая-то ну и как я понимаю это только у мтс мегафона есть 800 900 но они все эти данные скрывают по частотам кое-чего можно найти в интернет то есть телефон модем как я вот смотрю у себя и у меня висит только на 2 3 b3 b7 1800 2 600 по идее 2 600 скорость должна быть больше она фактически нигде не больше единственное видел только в мегафоне исходящее 40 45 мегабит было все вот здесь сопон сигнала скорости средние по операторам как видите билайн но это неваград неваград бывший санкт-петербург билайн 13 на 5 тс 11 на 4 ну 55 до 5 хуже билайна мегафон 19 там если округлять 20 до надо округлять 28 ростелеком не хочу называть его теле 2 13 на 8 даже даже как бы лучше билайна на самом деле нет не лучше билайна нет ростелеком так йота но пьет йоты нет вообще так еще в чем важный момент есть то есть два диапазона должно быть железное обязательно телефоне в модеме какой угодно можете брать херовый китайский но нужны только вот ну по мне вот эти две частоты 1800 2 600 800 900 я на них никогда не болтаюсь мегафона есть но я даже не смотрел скорость какая там получается скорость потом может посмотрю пока интереса нет осмотреть то есть как получается практически скорости одинаковые у трех у мегафона немного получше немного не сказал бы что так кардинально качество покрытие сети мегафона тоже получше на улице пока я ходил цена примерно у всех одинаковая и кстати самая дорогая у мтс который не является не лучшим не по покрытиям не по скорости но просто видно охеревший жадный червяк мтс я так понимаю еще какой есть важный момент скорость ночью утром она например самая большая вечером самая маленькая и вот это вот проседание по-разному падает самое си у всех падает но по моему у ростелекома падает прям очень сильно там падала 13 мегабита прям даже трансляцию невозможно было делать то есть скорость может выглядеть одинаковые но в момент вечера она прям чуть ли там не до нуля падает слабоватая сеть получается у ростелекома в моменты вечера ну а где-то если на улице либо перед вышкой вы окажетесь то скорость вполне может быть хороший 20-25 мегабит можно увидеть и у метро там я шел один раз там чуть ли не было не 40 мегабит там видно прям я под вышка сидел так ну естественно закрывают операторы раздачу скачивание использование торрентов это можно обойти торренты через vpn но скорость падает как минимум в два раза учтите это то есть лучше брать где не закрыто это мало где не закрыто но есть все таки есть билайн тариф у меня там ничего не закрыто он стоит дороже но если нужно можно купить но который в котором закрыта раздача вообще даже когда с телефона вай фай включаешь ну такие просто ну не надо покупать я бы не стал покупать то есть как бы я все оценивал вот эти семь лет но фактически какое в чем развитие фактически никакого развития нету вот эта скорость это это еще вечером меньше в какое время вот это среднее по дню это то есть утром больше 2020 а вот вечером меньше этот больше для вечера похоже причем вечером у меня получалось даже меньше скорость там 555 мегабит туда 5 ко мне опять от меня то есть чем смысл вообще всех этих модемов у меня были модемы 150 на 50 скорость планшет 150 тринадцатого года производства с планшет то есть это практически как ltr в россии и что я могу получить где-то там на улице когда-то 50 мегабит скачивание 50 отдача все все что можно получить на улице еще если повезет другое время все намного хуже можно купить модем lte advanced 300 мегабит но пока у меня такого нет я не тестировал он не даст конечно никаких трех слот но вроде там немножко получше побыстрее становится исходящий вообще наплевали на исходящий на исходящую скорость все наплевали и про качество покрытия сети очень часто в помещениях болтается около минус 100 децибел сигнал то есть такой плоховатый сигнал но на скорости это не сильно сказывается если например у меня как я смотрю здесь дома если там минус 90 минус 100 то скорость еще получается более-менее если загрузки нету сильный то можно жить сидите на 30 процент но это вот если вот качество сигнала если 30 процентов то скорость при этом может быть вполне нормальный больше падает она при загрузке когда вот вечером загружается один мегабит перерывы потери потери пакетов идут то есть на самом деле не так страшно когда сигнал от 30 до 80 процентов помещения это нормально но единственно сигнал мне кажется не должен резко прыгать если вот он резко будет прыгать то это мне кажется может сказываться уже на передаче данных на перерывах на обрывах то есть даже если он слабенький такой 30 но если вот стабильный мне кажется нормально зашибись не надо гнаться именно за ста процентами ну если охота можно купить конечно антенну я покупал тут кое-какие антенны немножко они помогают иногда не помогают может быть какая-то несовместимость антенна универсальная от 800 до 2 600 наверно верно лучше брать под конкретную частоту на которой ты сидишь 1800 либо 2 600 но таких я даже пока что и не видел так но что в будущем я вижу я не понимаю этого тридцать восьмой сороковых б чем смысл посмотрим те по сути то же самое 2 600 полоса там не больше сам самим покрытием покрытием операторов как сказать то ну я бы оценил как средненькая иногда пропадает заходишь вот вниз магазины это было по моему рост целиком и просто отлетал lte то есть покрытие до такое средненькое цены примерно одинаковые у всех получаются самый лучший который у меня сейчас есть тариф это в белой не покрытие у них нормальная в общем я конечно недоволен что я не могу получить с модема своего но вот какая есть скорость 150 50 я даже половину понятно может теоретическое 150 50 ну хотя бы половину я мог получить мне не могу получить никак не отдельный модем у меня был и антенна я к нему цеплял естественно я никогда в жизни не получу 75 25 скорость да вообще по идее мне кажется вот сколько модем скорость дает такая скорость должна быть но не вечером конечно нагрузки моменты нагрузки максимальный ну утром например когда минимальная нагрузка ты должен получить эти 150 мегабит на скачивание 50 на отдачу иначе какой смысл вообще в этих скоростях что какой-то там инженер в лаборатории получил эту скорость мне кажется все таки какие-то должно соответствовать немножко оборудования и фактическое то что ты видишь но и пин конечно должен быть 20 30 не как люди пишут там 50 60 это уже все таки хуже и тем более пинги же растут и растут и в мессенджерах они растут поэтому пинг но естественно никаких потерь не должно быть так ну я лаборатору чтобы ты видишь у меня скачивание поют в ней у меня сколькоève мегабит в скачивание дает в мегабит и лаборатории ну вот где видишь скачивание чемпион-бит н.п. к möchten как распределены частоты b7 b3 38 только ум т.с. восьмой ум т.с. странно по-моему я у мегафона еще или это не лты ебл а может это не лты ебл 8 так так что ладно какие-то надписи это не буду читать вот лты еб 3 это 1800 до b3 а b20 иначе 2 600 так что я не понял у ростелекома больше 15 мегагерц полоса так а 75 до 21 ростелеком 15 18 они вам как у мегафона у этого до до 18 6 у где 15 так это а это вот 900 частота мегафон мтс be 900 туда 900 же так это мтс только лты е в области да ну херня в общем эти 800 900 нет там никакого лты е так че тут еще 38 мтс мтс b8 900 ага b20 это только у мдс б20 800 прикольно так ну и вот это вот сводная видно табличка так что тут посмотрим на b3 мегафон 7 еще не в b20 немного да и b38 там он подпрыгнул мтс 37 900 в 8 в области b20 еще а б20 да у мегафона мтс а а и у и у b38 мегафона мтс а билайн только 37 рост целиком тоже 37 еще 800 в ленинградской области но не он тс 900 а у этих 800 белая обделенный b20 за тын b31 скалинк так мегафона я не видал 38 может потом как не посмотрю так но и все да так вот такие вот такая вот ситуация про свой тариф самый зашибенный я уже сказал которым все открыто цена у них примерно одинаковые у всех скорости но просто вечером просто ужасные 5 мегабит где-то вечером но это просто просто плохо при стриме скорость еще мега мега падает когда стримишь например тест показывает 10 мегабит а вот в стриме стрим тянет нормально 1 мегабит еще потери бывают то есть ситуация плохая считаю ну все встало вот они дерганулись немножечко развилась первое время а сейчас все стоит эти вот lte advanced 300 мегабит я не вижу где где он там где его всю улицу обходил ничего 10 10 мегабит кругом и и в мегафоне то же самое хотя вон lte advanced там каком-то четырнадцатом или пятнадцатом году рубил так ну в общем то достаточно мтс по тестирующую отдельно может быть эти никчемные 800 900 еще потестирую и всего пока что больше делать нечего есть агрегация частот но это только на входящий трафик и на исходящий нету агрегации частот то же самое потом потестирую агрегацию как модем появится с агрегацией так и потестирую пока что нету у меня такого модема спасибо за просмотр революционеры друзья всем пока и и и и и и